Обычно счастье человека складывается из того, удается ли ему воплотить свою мечту или предназначение выполнить и так далее. Я не знаю, откуда у меня всё это, но я всегда хотела быть полезной людьми, не знала, как это сделать, через педагогическую деятельность или через врачебную деятельность. И о боге, я не знаю, я очень рада, что живу именно в этом веке, потому что есть интернет, где руками человека не потрогаешь, не можешь быть врачом через интернет, но ты можешь на него влиять, на все структуры его головного мозга, можешь влиять, разъяснять, доказывать, ну где-то там, ну короче, всеми вот этими способами. И удивительно, этот головной мозг, который сейчас, ваш головной мозг на 10 тысяч километров от меня, на 3 тысячи километров от меня, но он откликается. И откликаюсь, вы дарите шикарные результаты, просто невероятные результаты. А сегодня тема наша, у нас же всегда есть тема, сегодня такая небольшая тема, но она очень важная. Тема звучит таким образом, от чего человек получает удовольствие. И вот когда, я же в основном работаю все-таки с едой, и я вдруг осознала, что люди ассоциируют свое удовольствие именно с едой. Друзья, ну ладно, с едой так с едой, но расскажу вам историю, расскажу вам историю. Было это давно, еще до моего выхода как-то особо в интернет. В общем, я стала зависима от мобильного телефона. У меня настолько, у меня всегда было много работы, я всегда работала с живыми группами, я работала с партнерами и так далее. И в общем, мой мобильный телефон, это было средство массового поражения, буквально. Один раз я свой мобильный телефон оставила у мамы и уехала без него. Вот, и, ну мама же не может мне позвонить в мобильный телефон, я оставила у нее. Вот, и в общем, эти несколько часов, пока я не вернулась за своим мобильным телефоном, были самые сложные в жизни моей мамы, потому что он, зараза, звонил бесконечно. И тогда я поняла, что у меня зависимость от мобильного телефона, и я решила поехать на випассану. Поставьте, пожалуйста, двоечку, кто знает или кто был когда-нибудь на випассане. Випассана – это когда тебя будет в 4.30 утра, и ты идешь на медитацию. Вот, после медитации ты идешь на какую-то вторую медитацию, потом на беседу. Смотреть друг на друга нельзя. У нас была небольшая группа людей, но небольшая, может быть, человек 20. Смотреть друг на друга нельзя, разговаривать друг с другом нельзя, пользоваться мобильными телефонами нельзя, читать нельзя, спортом заниматься нельзя. Все, что нельзя – это спать, молиться, ну в смысле ходить на медитации, самоосознаваться, и два раза в день нас кормили. Еда была вегетарианская. Как вам такая штука? Ну, я могу сказать, что я получила массу пользы от такого 10-ти дневного заточения. Ну, реально очень серьезная польза мне пошла. Но я вдруг поняла, что в такой жизни, когда ты сидишь, ну, не в четырех стенах, у нас там был такой небольшой участок, на котором стоял дом. Это была весна, это были цветущие деревья, но нам нельзя было выходить за пределы этого участка, ну, буквально там 40 соток, может быть. Вот. И я вдруг поняла, что да, это единственное удовольствие. Еда – это единственное удовольствие. Если ты сидишь на ограниченной территории, и нет никаких других возможностей, ну, как бы занять свой мозг и тело. Понимаете? Друзья, вот вы просто должны это осознать. Когда вы остаетесь дома и каким-то образом ограничиваете себя от общения вовне, то да, тогда еда становится тем единственным и желанным. Боже, как я ждала этого обеда, потому что это было развлечение, вкусовое в первую очередь развлечение. Но, друзья, также я должна вам сказать, что вы получаете удовольствие и от белков, и от углеводов. От любой еды человек получает удовольствие. Но также я вам должна сказать, что удовольствие, которое вы получаете от углеводов, вы не заслужили. Потому что, чтобы приготовить, ну, не знаю, вот какие-нибудь сногсшибательные паровые тевтельки, которые сделаны вашими руками, прям такие замечательные, ты их надкусываешь, прям сок бежит. Да еще какой-нибудь салат, куда вы и семечки положили, и разные виды зелени положили, и все это залили каким-то особенным льняным маслом и перемешали. Вот когда вы все это создаете, вы заслужили удовольствие от этого приема пищи. А когда вы сходили в ближайшую кормушку и принесли оттуда пиццу в заморозке, запихарили ее в свой сухожировой шкаф, хотела сказать, ну, в общем, в печку запихарили, в микроволновку, чтобы это каким-то образом быстро приготовилось, ну, на всякий случай заодно и разморозилось, вы не успеваете подготовить глазки свои. То есть, пока вы готовите, вы глазами это уже кушаете. Пока вы готовите, вы уже носом это, обонянием кушаете. Вы прям все это щупаете, вы вкладываете энергию в собственную пищу. А когда вы просто запихнули на разморозку эту пиццу и через некоторое время достали, она уже готовая, вы ничего не подготовили, вы просто ее сожрете и все. Так вот, углеводная пища – это незаслуженная нами пища. Мы, как правило, ее не готовим. И те люди, которые имеют лишний вес или они не имеют лишнего веса, они имеют просто очень большую талию, угрожающую жизни талию, это люди, которые просто не хотят тратить свое время на приготовление пищи. Точка. А на какие продукты нам не нужно тратить время на их приготовление? На углеводистые. Потому что это то, что продается. Друзья, заходите в супермаркет, а там сплошные углеводы в виде уже практически готовых продуктов. Ну, например, я очень люблю, может быть, вы тоже любите, но я так скажу, я очень любила, я и сейчас люблю, но просто я себе не позволяю. Вот эти вот кукурузные палочки родом из детства. Да еще мне нравятся именно молочные. Кукурузные палочки именно молочные. Те, которые прямо в панировке, вот такой вот сахарной панировки. И вот когда я не задумывалась о том, чтобы мне такое есть, чем питаться, ну это же кукуруза, ну это же нормально, это же кукурузные палочки. И я каждый раз выходила из супермаркета вот с одной упаковкой таких палочек. И пока дойду домой, я все это дело съем. Сколько там, боже, там, ну не знаю, совсем чуть-чуть. Но это была просто углеводная гипернагрузка на мой организм. Ясное дело, что через некоторый промежуток времени я увидела, что талии у меня нет. А так, друзья, мы получаем удовольствие и от белковых блюд, и от углеводных. Я должна вам сказать, что белковые блюда. А ну-ка, запеките рыбку. Вот просто повозитесь с рыбкой, запеките ее в духовке, и она так будет вам пахнуть. Ну просто, вот сам этот запах вас настраивает. То есть, друзья, смотрите, вот такой постулат, очень важный постулат. Правильное питание – это то питание, на которое нужно потратить время. Неправильное питание везде, оно буквально под ногами валяется в вашем супермаркете. На него время тратить не надо. Поэтому, друзья, если вы не только свое тело строите, но строите тела тех людей, которые рядом с вами, а рядом с вами ежедневно, да, это тела ваших самых любимых людей. Это дочка, это сын, это муж, это мамочка, это папочка. Вы не имеете права на фастфуде жить. Вам нужно действительно уделять немного времени, чтобы приготовить блюдо правильного питания. Что такое правильное, что такое неправильное. Смотрите, я знаю точно, что вы все или сегодня пойдете читать книгу, я вас все равно говорю, или сегодня все за ручки прям возьмете, все, кто сегодня пришел из кухни молодости, единички мне поставил, и пойдете в систему старости нет. Потому что, потому что это система, которая точно дает результат. И я объясню, почему она не может не дать результат. И вот там мы с вами, вы для себя поймете, какое количество белка должно быть в моей тарелочке. А у меня три тарелочки в день, и вот на каждой тарелочке сколько нужно белка. А что такое перевариваю я или не перевариваю. А сколько лично мне, если у меня такое весо-растовое соотношение, углеводов положить в свою тарелку. А моему мужу сколько положить углеводов в тарелку. Допустим, барышня, как правило, имеет лишний вес, большая талия, а муж худенький, вот такой худенький. Они не могут одинаково питаться. А кто, как не вы, поймете? Потому что вы руководитель тарелок дома, вы готовите. Поэтому вы должны понять, сколько себе углеводов положить, потому что талия вышла из берегов. Сколько мужу углеводов положить. Потому что если вы ему дадите столько же, сколько себе, он просто сдохнет там где-нибудь на рабочем месте, скажет, так, меня жена не кормит, давай заведу какую-нибудь другую женщину, которая будет меня кормить. Вы же этого не хотите? А у вас еще дети разного возраста. Один совсем маленький, у него период вытяжения, ему нужна куча углеводов. А другая барышня на втором курсе медицинского университета работает, еще не понимает, учится, не понимает, как себя кормить, но начинает уже набирать лишний вес. Как вот с этим совсем? Только вы можете в этом разобраться. Только вы можете в этом разобраться. И главное, что это буквально первая ступень системы старости нет. Это так просто. Итак, друзья, мы получаем удовольствие и от углеводов, и от белков. Мы вообще от еды получаем удовольствие. Я бы еще туда жиры вставила, да? Но жиры у нас всегда дружат с белками, чтобы ваши светлые головы не сбивать лишней информацией. Белки всегда дружат с жирами. Почему мы еще получаем удовольствие от белков? Потому что жирики, они всегда приятны в пище. Всегда. Но помните, что передозировка жиров в рационе не равно жир на ваших боках. А вот передозировка углеводов очень даже равно. Очень даже равно. Второй момент давайте разберем. Механизм, по которому формируется наша с вами зависимость от еды. Люди думают, что они просто зависимы от еды. Но если в еде разобрать, ты белок, ты жир, а ты углевод. От чего у меня зависимость? От белков, от жиров или от углеводов? Так вот, в еде, в еде у нас зависимость от углеводов. И сейчас я объясню, почему. Смотрите, вот это, этот график, ну извините, я тут графики показываю, вы просто смотрите на меня и буду вам ртом рассказывать. Короче говоря, взяли, взяли чистую глюкозу. Глюкоза это, ну вот, наш столовый сахар, это глюкозинка плюс фруктозинка. Ее разделили и только глюкозу взяли и дали мне, столовую ложку глюкозы дали мне. И сидят у меня в вене и ждут, когда эти глюкозинки начинают показываться у меня в вене. Их исследователи интересуют, сколько глюкоз из мною съеденных придут в мой кровоток и как быстро. И оказывается, все 100% съеденные мною глюкозы придет в кровоток и максимально быстро. Вот так вот. И таким образом нарисовали кривую. Вот эта вот красненькая кривая, это как быстро и с какой скоростью, в каком объеме глюкоза заходит ко мне в кровоток. Вот ее нарисовали. Потом решили, ну люди не едят глюкозу в чистом виде, поэтому давайте человеку дадим картофель. Желтый, вот видите, желтый такой вот график. Дадим картофель. И я взяла, съела 100 грамм картофеля. Там, он же не сладкий картофель, он же не сладкий. Но мои пищеварительные ферменты быстренько поработали с крахмалом в картофеле. А что такое крахмал? Это глюкозинка плюс глюкозинка плюс глюкозинка плюс глюкозинка плюс глюкозинка. Я так тысячу раз могу сказать, как раз опишу молекулу картофеля. И вот мои ферменты, амилазы, пообстригали все это дело. И тысячи, миллионы, миллиарды вот этих вот глюкозинок, бух, и мне в кровь. А у меня в крови сидят исследователи. И думают, когда же глюкоза начинает, начнет приходить в кровь. Так она, девочки, она приходит так же быстро, как глюкоза из глюкозы. Видите? То есть график, график по глюкозе очень такой, очень быстрый. А по картошке примерно такой же быстрый. Вывод. Вообще все равно, что ты ешь. Хоть столовыми ложками сахар столовый ешь. Или столовыми ложками картошку, которая называется толчонка. А в крови одно и то же. Глюкоза с очень большой скоростью. Нет, 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 мне говорят мои барышни, я картошку не ем уже три с половиной года. Хорошо. А тогда давайте вот этот сладкий напиток рассмотрим. Слушайте, ну сладкий напиток, в тетрапаке сок написано, нет конселерландов. Написано, нет добавленного сахара. Написано, 100% здоровья, 100% качества. Хороший же сок. И тем более, я всего лишь один три тетрапак выпила. Просто взяла, соломинку вставила, мух, и за 7 глотков я его выпила. Да. И смотрим, что происходит в крови. А ну-ка напиток. Напиток у нас вот такого странного цвета. Вот он, вот он напиток. Точно так же быстро вскакивает, как глюкоза. Но пик не такой высокий. Глюкоза больше пик дает. Вы вообще меня понимаете? Но самое главное, я вам не сказала, я же хочу про зависимость вам сказать. То есть, вы меня поняли в одном. Сладкое вы кушаете или крахмалистое вы кушаете. Все равно, в крови все равно будет глюкоза в огромном количестве. И мы помним, что если вы эту глюкозу не сожгли с образованием энергии, не вышли на улицу сейчас, вот прям сейчас, забыла вам сказать, что надо надеть удобные кроссовки и пойти на улицу. Вот сейчас не вышли на улицу, сейчас не сожгли. Она обязательно переделается в запасное питательное вещество под названием жир и будет на попе, на боках, в груди и так далее. Ну и это еще не все. Я же про зависимость. Глюкоза в крови токсична. Нельзя, чтобы в глюкозе было много, глюкоза много было в крови. Объясню почему. Потому что она убивает белки, она убивает гемоглобин и он становится, ну это гликированный гемоглобин, который не умеет переносить кислород. Она убивает коллаген и он становится мочалкой, а не коллагеном. И никакой красоты лица. Она убивает все белки на самом деле. Но только смотреть в крови мы можем один вид убитого белка. И мы это будем делать с вами в системе старости. Нет, друзья, на входе в систему старости нет, я вас прошу сдать анализы. Это не значит, что мне нужны эти анализы потом возвращать до чтения. Нет. Я вас в системе старости нет научу читать анализы. Потому что вы должны уметь видеть сахарный диабет за 20 лет до того, как стартует. Вы это видите, а не ваш доктор. Ваш доктор видит только сахарный диабет уже. А мы с вами превентивная медицина. Мы видим за 20 лет до того, как он решит к вам прийти, что он собрался к вам. Вы должны это знать по себе. Вы должны это знать по своему мужу. Вы же хотите с ним дожить до 100? Или вы хотите, чтобы он на 20 лет раньше ушел, а вы потом будете куковать 20 лет без него? Вы должны научить этому детей. Потому что медицина молодец. Но другими вещами занимается медицина. Вообще другими. Она лечит запущенных людей. А ко мне приходят люди. Ну, разные запущенные, не запущенные. Но у всех у нас есть возможность улучшаться. Так вот. Когда вы запихарили в кровоток огромное количество глюкозы. Вот. Огромное количество глюкозы. Инсулин. Инсулин говорит. Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Так-так-так-так-так-так. Подождите, подождите. И начинает выделяться из клеточек поджелудочной железы. В таком же большом количестве, как до этого вы с такой же большой скоростью давали глюкозу. Инсулин. Все. Он в крови. У него ушки на макушке. И он давай хватать глюкозу одну за другой. Хватать ее в клетке, в клетке, в клетке, в клетке. И смотрите. После пика глюкозного глюкоза падает. Вот. После пика глюкозного глюкоза падает в крови. Че? Потому что инсулин, инсулин, инсулин не может позволить глюкозе поубивать всех на свете. Но чем быстрее вы поднимали уровень глюкозы своим бескрышным поведением пищевым, тем быстрее уровень глюкозы упадет. И упадет, извините, до нижней границы нормы, а и то и ниже нижней границы нормы. Здесь написано жор, голод, но это действительно жор, это действительно ломка. Потому что в этом месте, которое называется гипогликемия, тут уже головной мозг говорит. Головной мозг вообще не церемонится. Если вы говорите на мате, друзья, вот я знаю, что очень многие люди разговаривают на мате. Вот. Так вот, если вы умеете говорить на мате, то ваш головной мозг тоже говорит с применением ненормативной лексики. Я не умею говорить на мате, поэтому я мягенько скажу. Но я так чувствую, что если бы я говорила на мате, сегодня бы на 30% людей больше зашли в систему старости нет, кстати говоря. Кстати, кто уже кому не терпится, под этим видео есть ссылочка на систему старости нет и в шапке профиля. Так вот, он говорит примерно такой текст. Это что вообще такое? Почему уровень глюкозы в крови ниже плинтуса? А вдруг она сейчас решит что-нибудь такое придумать? Вдруг сейчас нужно будет много глюкозы? Мне, головному мозгу, я же главный. Я же у нас тут главный. Я компьютер. Так я вообще зависну. А вдруг она сейчас будет везти автомобиль, а я в состоянии гипогликемии? Так, всё, ребята, баста-карапузики, кончились от танца. Всё останавливаем. А в это время у вас трясучка вот такая. Тройки поставьте, у кого бывает такая трясучка. Холодный пот, чувство страха смерти и тройки ставьте. У кого я сейчас описываю? Я хочу есть, и мне всё равно, кого я сейчас съем. Мне что-нибудь нужно быстро. Но это не всё равно. Если будет лежать какая-нибудь отбивная, но она же не будет просто так лежать. Отбивную нужно отбить, пожарить, приготовить, сервировать. А что не надо? Не жарить, не сервировать, не готовить. Что не надо? Углеводы. Поэтому этот воспалённый мозг, сейчас умру, сейчас умру от гипогликемии, идёт и покупает себе сникерс. Не тормози, сникерсни. Бежит и покупает себе растворняк кофе с тремя чайными ложками сахара. Бежит и лопает что-нибудь такое, ну не знаю, крахмалистое, углеводистое и так далее. Кого я описала троечку? Друзья, вот кого троечку я описала, это вы гипуете. Это у вас компрометированный углеводный обмен. Это если вы прямо сейчас не наведёте порядок в собственном питании, то через 10 лет вы всё равно придёте. Но я не знаю кому, к эндокринологу или к нам. На тот момент система старости станет уже всемирно известным проектом, куда заходишь любой, а выходишь идеальный. И вы всё равно вернётесь, друзья, вернётесь. Потому что, ну честно говоря, вот вам уже вообще некуда откладывать. Ссылка на систему старости нет прямо под этим видео. Прямо в шапке профиля. А теперь внимание, механизм, по которому формируется наша углеводная зависимость. Вы поддались, потому что не поддаться невозможно. Вы нажрались. Углевод содержащих продуктов. Ах, кайфушечка какая! Сразу уровень глюкозы в крови растёт. Фу-ху! Работоспособность! Хорошее настроение! Хочется идти на подвиги, потому что глюкоза, пришедшая в мозг, говорит... Ах, круто! Мозг фух, фух, пронесло. Умрём, но не сегодня. Так, что бы мне такое поделать? Но это длится очень небольшой промежуток времени. Потому что вы дали опять огромное количество углеводов. Опять выделился инсулин. Он на всякий случай уже, знаете, у него уровень уже высокий. Он уже прям сидит и ждёт. Ну да, когда она в следующий раз ошибётся, я уже буду на всякий случай. Вот тут как тут. И у вас опять новый взлёт углеводных качелей и новое падение. Сколько таких за сутки? Сколько таких за сутки, девочки? Невероятное количество. Вот это формирует вашу зависимость от жратвы. Потому что 2-3 раза в день готовить себе с любовью приготовленную белок, жир, содержащую пищу, с выверенным количеством углеводов, это ещё ладно. 2-3 приёма в день можно приготовить. Но если вы, у вас рот не закрывается, вы постоянно с перекусами, все перекусы, скорее всего, у вас какие углеводные. И вы постоянно на вот этой игле сидите. Игла, которая называется пищевые углеводы. Вот механизм, по которому вы кушаете на 3 тонны больше еды, чем те люди, которые в системе старости нет. Вот механизм, по которому вы зависимы. Зависимым можно быть не только от наркотиков, и не только от чего там ещё. Я не знаю от чего, от курева. Но зависимым можно быть от еды. А те люди, которые в системе старости нет, они выходят из этой зависимости. Друзья, выходят. Правда ли, задают вопрос, что на низкоуглеводном питании, мы его называем «ну питание», пропадает интерес к углеводам и сила воли не понадобится. Друзья, кто в системе старости нет? Скажите, вот вы сейчас используете на полтонны меньше углеводов, чем раньше. Вы используете силу воли для того, чтобы держать себя в этих ежовых рукавицах? Или это у вас происходит без какой-либо силы воли? Вот, Тамара пишет, Юля, Юля, чтобы себе помочь, эта система старости нет. Не шучу, реально помогает очень-очень. Но я думаю, что вы читаете всё, что тут происходит в чате. Так что, правда ли, что на «ну питание» пропадает интерес к углеводам и сила воли уже не понадобится? А ну-ка, а ну-ка, теперь смотрите. С чего мы начинаем систему старости нет, книгу старости нет. Ну, в общем, все продукты системы старости нет. С чего мы начинаем? Мы с завтрака начинаем. Но мы завтрак даем определенный, мы его даем не белковый, нет. Мы его даем низкоуглеводный. Зачем? Зачем мы даем себе низкоуглеводный завтрак? Чтобы у меня уровень глюкозы, вот я проснулась и позавтракала. Чтобы он не выскочил в жёлтую вот эту график. За зелёную верхнюю границу нормы уровень глюкозы в моей крови не должен выскочить, понимаете? Поэтому я себе даю такой завтрак, чтобы он у меня вот колебался, но в пределах нормального зелёного спектра. Не выше 5,5, не ниже 3,3. Не выше 5,5, не ниже 3,3. И это уже останавливает углеводные качели. Дальше просто больше. Мы не имеем права перепахивать ваш пищевой рацион, друзья. Вот все нутрициологи, диетологи, которые берут вот всё, что вы наработали неправильное за долгие годы, вытряхнули в мусорную корзину и дали вам новый рацион питания. Это путь в никуда. Вы посидите в этом рационе питания, вы поковыряетесь, вы даже сделаете минус 10 кг. Но потом вы вернёте в свой обычный рацион питания, потому что так это не работает. Работает смена всего лишь 20% вашего рациона. У нас это выглядит как три волшебных вычёркивания. Всё. Остальное – то, к чему вы привыкли. Потому что есть такие умники, которые, слушайте, человек живёт 3 километра до Северного Полярного Круга. А ему объясняют про ананасы, про авокадо и про... Боже! Да там спасибо, что есть в супермаркете хоть вот это. Люди приезжают, на месяц затариваются, вот один раз приходят в магазин, на месяц затариваются и едут на вахту. Вы чё, ребят? Да она годами привыкла к вот этому набору продуктов на вахте. Попробую его перепошить. Нет. Мы можем сделать буквально чуть-чуть. И это чуть-чуть, 20% смены рациона даст ей 80% результата. И у меня самые крутые результаты на людях, которые, ну, на вахтовом методе. Она чётко понимает, что вот раз в месяц она в этом супермаркете. Так она себе покупает так, чтобы у неё чётко определённые продукты на весь месяц расписаны. И тогда вообще никаких косяков. Просто никаких косяков. Без силы воли. Правда. Правда. Это у нас происходит без силы воли. Почему? Потому что мы не позволяем гиповать. А почему мы не позволяем гиповать? Потому что мы не позволяем делать себе гипергликемию. Поэтому без всякой силы воли. И это правда. Прихожу в магазин. Посмотрю на что-нибудь вредное. Всё красивое. Думаю, хочу. Беру в руки. И становится противно. В рот взять не могу. Вот так работает система старости нет. Вот. Да, на лошадиной дозе хрома и силы воли всё равно хочется углеводов. Да, ну потому что нужно выйти в состояние, когда вы остановите себе углеводные качели. А теперь, миленький, кто уже остановил себе углеводные качели, скажите честно, скажите откровенно. Сколько лично вам потребовалось времени, чтобы остановить углеводные качели? Вот пока вы пишете, Наталья Пятак, углеводные качели остановила. Нормат белка реально работает. Объясню почему. Потому что наше тело не идиот. Тело наше не идиот. Вот дали ему столько белка, что оно сегодня занимается перестройкой. Вот оно и занимается. Оно не будет сидеть и вопить. Дайте мне ещё что-нибудь. Потому что у него есть чем заняться. И правда хочется есть уже только два раза в день. Плюс один лёгкий перекус, Наталья Пятак пишет. Вот. Хорошо. Пропадает желание есть сладкое килограммами. Это такая свобода, Антонина. Вот она свобода. Так, а я читаю, сколько вам понадобилось. Три месяца. Три месяца. Нулевая ступень длится почти месяц, 21 дня, день. Первая ступень длится почти месяц, 21 день. И вторая ступень длится почти месяц, 21 день. Всё. Вы ещё, Натали, не дошли до третьей ступени. А третья ступень у нас углеводная. Там, где я реально по заднице даю. Вот вы настолько глубоко меня поймёте, почему сейчас прям надо перекреститься и сказать себе большое спасибо, что вы за эти три месяца остановили углеводные качели. Почему я информацию третьего месяца, третьей ступени, не могу вам дать неподготовленным? Потому что вы тогда скажете, ааа, я себя убиваю. Да, вы себя убиваете. Вот все, кто имеют талию больше 80 сантиметров, на момент прослушки этой информации, вы, девочки, мальчики, вы себя убиваете, мальчики 96 и выше. Но я не могу вам сейчас это сказать. Потому что, ну, людей мучить нельзя. Надо, мне нужно так с вами поработать, чтобы вы остановили углеводные качели. А потом я вам всю правду скажу. На второй ступени остановила. За неделю остановила. Уже на второй день перестала есть перекусы. Это без силы воли я имею в виду. Раньше ела орехи, смакую каждый орешек. На третьей с половиной ступени остановила. Друзья, речь не о голоде. Есть не хочется, им два раза в день. А вкусненько мечтается это. Еще вы, ну, не остановили эти углеводные качели. Еще инсулин, скорее всего, высокий в крови. Около месяца. Долго, Тамара Фролова. Шесть месяцев. Почему так разница? Такая разница большая. Кто-то на завтрашний день, а кому-то шесть месяцев надо. Четыре месяца мне потребовалось, чтобы остановить углеводные качели. А я объясню. В зависимости от глубины повреждения вашего углеводного обмена. Вот насколько глубже он поврежден, настолько дольше нужно работать. Но, друзья, остановить углеводные качели для вас дело чести. А для меня дело чести. Помочь вам это сделать. И сделать вас независимыми от еды. Но это, ну как бы, вне зависимости от еды, это повышение качества жизни. Но мы таким образом выходим из инсулинорезистентности. Никогда не зайдем в сахарный диабет второго типа, который лечить ничем. И никогда не спровоцируем онко, который сопутствует диабету второго типа. Инсульт, инфаркт, разрушение суставов, потому что, ну как бы, слишком много носить вес и так далее. Друзья! Так, вижу, два месяца. За три, за четыре дня. Есть. Понятно? Фух. Так, понятно, сколько времени. Четыре месяца еще не остановились. Ждем, ждем. А теперь, друзья, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Что будет, если не остановить углеводные качели? Я показываю очень красивых девчонок. Вот, видите, они реально пышечки, все такие красивые девочки. В молодом возрасте, вот, сразу, ну, так и скажем, лишний вес хорошо смотрится. Вот я это на себе, честно говоря, увидела. В общем, приехали мы в Египет. А я такая, всегда слежу за собой, чтобы была хрупкая, тонкая, звонкая. И в Египте у нас дискотека. Ну, это мы с друзьями приехали. В общем, я танцую. Рядом со мной Лена тоже танцует. А Лена такая, она пухленькая, она в теле. И я смотрю, мужики смотрят только на Лену. Я тут стараюсь, такая вся. А мужчины все на Лену смотрят. Вот, да, это, конечно, очень привлекательно, очень здорово. Но, друзья, еще раз говорю, я даже не о лишнем весе. Вот вымирают раньше времени на 10-15, а то и 20 лет не люди с лишним весом, а люди с лишними сантиметрами на талии. Люди, которые в инсулино-резистентности. Люди, которые просто даже в метаболическом синдроме. Что будет, если не остановить углеводные качели? Я сейчас вот это-то читаю, а потом вам расскажу. Все реально. На одних видео Елена уменьшила талию с 92 на 82. Это чудесно. Плюс 10 лет жизни. Точно, точно, точно. Итак, что будет, если не остановить углеводные качели? Если не взять в узду пищевые углеводы? Если не избавиться от пищевой зависимости? Если продолжать ходить в кормушку, приносить за свои деньги купленные ядовитые вещества, ядовитые вещества, приносить в свой дом, есть самой и угощать самых любимых людей. Ну, смысл? Если вы собрались раньше времени на 10 лет 15 умирать, то что и лишать людей удовольствия последовать за вами? Ну, действительно, я вот вообще расскажу. Смотрите, сначала увеличивается талия. Даже если вы думаете, что у вас нет лишнего веса, но если талия выскочила из 80 см, для мужчин выскочила из 96 см, это значит висцеральный жир. Висцеральный жир содержит такое большое количество провоспалительных агентов, что в организме начинается тихое хроническое воспаление. Вы его никак не увидите, не услышите, но мне нужно вам дать много клинических исследований, замудрить вам голову, чтобы это доказать. Но я не буду. Я скажу вам проще. Этот лишний жир, который в брыжейке тонкой кишки, который за передней брюшной стенке, так сдавливает внутренние органы, так повышает внутрибрюшное давление, что ваш несчастный желудок, он хочет вернуться в грудную полость и пролазить буквально через вот эту тоненькую дырочку, через которую должен ходить только пищевод. Называется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. В кого я попала? Четвёрку ставьте. Это ужасно. Это очень неприятно. Ну да ладно. Живот полный жира, органы не знают, куда деваться. Ну и что? Происходит с давлением печени. Печень говорит, ребята, а меня сдавливать нельзя. Я выполняю 300 функций ежедневно. Поэтому, если вы будете меня сдавливать, я прикажу повысить системное артериальное давление и вам не поздоровится. Она так говорит. Вот сейчас, какой сейчас год? 2022. А сделает она это в 2032 году. То есть через 10 лет всего лишь она это сделает. Но через 10 лет ваш доктор вам скажет примерно такую фразу. Милочка, что вы хотите? Вам же уже 40 лет. Нужно использовать гипотензивные средства. Пока один вид гипотензивного средства. Если не будет помогать, два вида гипотензивного средства. А вы у него тогда через 10 лет спросите. Доктор, а как долго? А он скажет. Ну всю жизнь. У вас же всю жизнь высокое давление. Вот возьмите, посмотрите. У вас и утром, и в обед, и вечером высокое давление. Вот теперь живем с этими лекарственными препаратами. А вы ему скажете. Доктор, а как же моя печень? Это же химический синтез. А он вам ответит. Ну как ваша печень? Моя-то ничего. Я уже тоже 5 лет пью эти лекарственные препараты. А другого выбора нет. Мы просто другого выбора нет. Мы современные люди. Мы едим, что хотим. У нас пищевое раздолье. Нас никто не ограничивает. Мы нажираем себе. Вот. Вот и теперь живем с лекарственными препаратами, да? Вот. И вы будете это делать. Потому что вам доктор объяснит. Смотри. Система сердечно-сосудистая рассчитана на давление 120 и 60. А у тебя давление 150 и 90. Соответственно, ты быстрее разрушаешь интиму кровеносных сосудов. Быстрее холестерин там. Ну, замазать все неточности, да? Еще больше, еще больше холестерина. А потом инфаркт и инсульт. Если ты этого не хочешь, будешь использовать гипотензивный препарат. А вы этого не хотите. И будете использовать. Но пройдет еще 10 лет. Это какой будет год? 2000, не 20. Сейчас. Сейчас какой? 22-й, 32-й. 2042-й год. 2042-й год. И тогда ваш доктор, который за вами наблюдает, который кардиолог, который вам назначил два вида гипотензивных средств, что-то увидел не то в вашем анализе. Говорит, вам к эндокринологу еще. Сходите к эндокринологу. Вы приходите к эндокринологу, а эндокринолог говорит, ну да, вижу вашу гипотензивную терапию. Вам нужно добавить еще терапию, ну потому что вы в инсулинорезистентности. Если ничего не делать, то завтра начнется сахарный диабет. Все, и вы на полном, ну вот вы просто еще статину туда добавьте. А так как вы все это время ходили с лишним весом и разрушили суставы, еще не стероидные противовоспалительные, добавьте. И у вас уже такая хорошее жмение лекарственных препаратов, это от давления. Я права или нет? Я вообще про вас говорю или нет? Про кого я уже говорю на данный момент? Кто уже все прогавил и уже у них два препарата от давления, глюкофаж, что там еще, аторвастатин, ну так как нужно разжижать кровь, это еще аспирин. И что еще туда мы положим? Нестероидное противовоспалительное средство. Так или нет? Вот это будет. Вот это будет, если ничего не делать. А все начинается с пышечки. Все начинается с легенькой. Подумаешь, 2 килограмма за год, 12 месяцев я всего лишь 2 килограмма добавила. Друзья, пятерки поставьте. У кого сейчас вес больше, чем в 25 лет, поставьте пятерки. Друзья, поставьте шестерки. У кого объем талии больше 80. Просто дайте себе отчет, мы куда идем. Я понимаю, что вы себе нравитесь в пышной форме. Я все это понимаю. И что целлюлит это не так плохо. Я все это понимаю. Я сейчас о здоровье. Вот просто о здоровье. И о длине жизни. И может быть о качестве. И еще о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Помните, я начала с того, что когда нас замыкают на определенной закрытой территории, то у нас единственное развлечение это жратва. Единственное развлечение. Хорошо, что на той випассане у меня не было доступа к холодильнику. И у меня не было вообще доступа к кухне. Поэтому я приходила, завтракала вместе со всеми. У нас на это было всего лишь полчаса. И обедала вместе со всеми. А на ужин палец, локоть сосали. Все. И ничего. Нормально, кстати, перенесли. Никто из нас не набрал лишние килограммы. Но вы сидите, благодаря ковид, или благодаря тому, что вы на пенсии, или благодаря тому, что вы на пенсии, и ковид, и вы не нашли себе других развлечений. Вы дома сидите, и у вас холодильник в доступности. Обалдеть! Вот поэтому мы и растем. Я считаю, самый большой урон, который нанесла ковид, вот эта инфекция, это то, что люди остались на территории своего дома вместе со своим холодильником. И реально прием пищи – это единственное развлечение. Но сегодня, друзья мои, я должна вам набросать других развлечений, потому что так больше нельзя. Диабет второго типа. Уже больше двух держу под контролем, только низкоуглеводным питанием. Хожу не менее 70 километров в день. Тяги к сладкому нет, а талия больше 80. Спокойно, спокойно. Она начнет уменьшаться. Как только в вашей крови уменьшится концентрация инсулина, как только вы диабет второго типа, не диабет второго типа, вы все равно можете из гиперинсулинового состояния выйти. Я этому учу, и мы учимся контролировать эффективность своей еды, эффективность своей жизни по углеводному обмену. Друзья, все мы это делаем. Итак, смотрите, чего я хочу до вас донести. Возможности у людей разные. У здоровых возможности практически безграничные. Если я сейчас начну тренироваться, я пробегу, проплыву и прокручу педали айронмен. Я серьезно говорю. И вы точно так же. Вот если вы здоровы, если вы поставите такую цель, то вы пробежите, ну, финишируйте айронмен. Это серьезное спортивное испытание. Бег, плавание и велик. Но если вы больны, а я была в такой ситуации, вот я картинку показываю, барышня лежит на высоких подушках и читает книгу. Барышня, ну, в районе 65, может быть, 70 лет. Она в ограниченных возможностях. Я не знаю, что с ней. Может быть, у нее перелом шейки бедра, потому что она никогда не занималась нормально, ну, не спортом, а физической нагрузкой. Она никогда себе кальций не давала, никогда себе не заглянула в кровь, не проверила витамин D. Это сейчас мы такие умные. А раньше такого ведь не было. Кто раньше за этим следил? И поломала себе шейку бедра. Так вот, я была в ее состоянии. Мне было тридцатник, я поломала позвоночник. Всю жизнь этого боялась. Знаете, когда учишься в медицинском университете, впечатлительные люди к себе прислоняют абсолютно все болячки. Так вот, я тогда прислонила к себе болячку под названием перелом позвоночника. Ну как? Я сказала, боже, только не это. Конечно. Именно это и пришло в мою жизнь. И вот я была очень подвижная, активная, и вдруг я легла. И все, что девочки, вот я не знаю, кто не был, и слава богу, в такой ситуации. Все, что я видела, это стена справа, стена слева и стена, которая впереди. Я даже не видела ту стену, которая сзади, потому что мне нельзя поворачиваться было в собственной кровати. Это судно, это еда на низкой подушке. Ну то есть мне даже высокую подушку нельзя было. И это мыться на полиэтиленке прямо в кровати. И я так выдержала 40 дней. А потом сказала, друзья, себе, клеточкам всеми, сказала, друзья, я буду делать что угодно, но я вас больше не поставлю в такие условия. Я постараюсь, чтобы вы в таких условиях больше никогда не оказались. И да, я ценю каждый день человеческой жизни. И я хочу, чтобы мои глаза видели все, что они могут увидеть за эту жизнь. Чтобы моя центральная нервная система словила все возможные стереотипы движения, которые ты можешь схватить за эту жизнь. В общем, живи, Лена. Живи, Лена. Потому что лежа — это не жизнь. Итак, возможности разные, но, друзья, вот сейчас я обращаюсь к вам, и вы все ходячие люди. Я вам рассказала, как я была лежачей, и что мне вот так хватило этих 40 дней. А мы все с вами ходячие люди. И мы прямо сейчас, а вы мне поможете, наработаем, какие еще удовольствия человеческое тело, мозг, сознание может получать, кроме жрат вы. Можете начинать писать. Первое. Я просто варианты набрасываю. Я просто набрасываю варианты. Первое. Сколько стран вы увидели? Пишите. Прям в числах. Сколько стран вы увидели? Я всегда хотела путешествовать. Я точно знаю, если мои глаза видят что-то новое. Новый, ну не знаю, город, новую страну, новый континент, то это создает, ну вот понимаете, нельзя на тот свет утащить с собой деньги, там, золото, бриллианты. Только воспоминания о эмоциях, об ощущениях. Не так ли? Так? Пишите. Три страны увидела? Да, у меня соустик, девочки. У меня соустик энерджи. Так. У меня 21 страна. Одна страна. Нормально, да. Значит, смотрите, у кого одна страна? Друзья, вы же можете расшириться. Что нужно для того, чтобы расшириться? Здоровье. Если у вас высокое артериальное давление, вы побоитесь сесть в самолет. Если у вас высокое давление, вы скажете, путешествие на поезде не для меня. Если у вас зависимость от жратвы, это сколько с собой нужно взять? Нет, друзья, вам сначала нужно стать здоровым человеком, а потом уже как-то ехать. Но можно объединить, потому что, ну знаете, я очень много путешествовала, в том числе с большими группами, и вас приглашаю, кстати говоря, на путешествие. В апреле будет путешествие по Болгарии. Мы три локации с вами посетим. Моя любимая Варночка. Арбанаси – это термальные источники. Павел Баня – это термальные источники. И вернемся в Варночку. И это будет крутое путешествие. Нам будет принадлежать целый автобус. Вот, и в этом автобусе мы будем завершать это путешествие. И это лайт-версия отдыха. Даже человек с плохими суставами, даже человек с нестабильным артериальным давлением может себе это позволить. Три, восемь, шесть стран. Восемнадцать, Алла, молодец. Двенадцать, Елена Тихонова, молодец. Пять стран. Вот, друзья, надо расширяться, чтобы видеть. И забрать с собой, знаете, я сейчас скажу такую фразу, забрать с собой туда на небко много консервов – это что такое значит? Вот считается, считается, я, честно говоря, верю, что есть вот какая-то такая реинкарнация. Вот меня сюда запустили. Зачем меня сюда запустили на этот свет? Чтобы я наработала какой-то опыт, чтобы моё сознание много чего увидело. И потом этот опыт после смерти моей я забираю туда, ну, в другие сферы, так скажем. И в целом могу там этот опыт перерабатывать, уплотнять свою личность. Ну, может быть, потом меня пригласят ещё разочек на эту земную жизнь. Вот я, честно говоря, вот в это верю. И вот этот опыт и есть консервы, которые можно есть долго вот там вот, в тех верхних сферах. Я прям, ну, я не знаю, я чувствую, что это правда. Но это, может быть, конечно, и чепуха, но всё-таки. Вижу, вижу, вижу. Вообще боюсь другой страны ни разу не была для тех, кто боится других стран. Я вас понимаю, вы не знаете языка, вы не знаете, как себя вести в международных аэропортах, вы не знаете, как себе приготовить там полётные документы, вы не знаете, кто вас встретит и так далее. Классно! Вот если бы не Юра, я бы была точно такая же, я бы боялась, да? Но у нас же всё готово, да, друзья. Сразу покажу вам. Сейчас, сейчас, сейчас. Сцена, экран покажу. Смотрите. Вот то, что сегодняшнее наше с вами общение, да? Смотрите. Революционная система старости нет. Вы на неё кликаете, кого я убедила. И смотрите, ко мне приезжают люди, которые у меня обучаются. Поэтому вы начинаете обучаться, а в апреле приедете к нам на тренинг. Вот эта система вы возьмёте и почитаете, что на нулевой ступени, что на первой, второй, четвёртой и так далее. А мы идём дальше, а мы идём дальше. Хочу вам рассказать историю. Это прям моя история, которая произошла на моих глазах. По поводу путешествий. Сейчас. Мне надо к вам как-то вернуться. В общем, лечу я в самолёте, друзья. А напротив меня, там получается, я сижу, а напротив меня сидит мужичок лет 60. Очень хорошо выглядит. А рядом с ним совсем молодой парнишка, лет 20. А так как это был винтовой самолёт, это очень шумно. И они стали переговариваться. А так как очень шумно, я тоже слышала, о чём они говорят. В общем, этот мужичок, оказывается, занимает какую-то очень серьёзную должность на каком-то запорожском предприятии. Состоятельный мужчина и так далее. И говорит, я начал путешествовать в 50 лет. Знаешь, с чего, спрашивает он у этого парня. Тот говорит, не знаю. В общем, я летел примерно в таком самолёте. Открываю глянцевый журнал, а там женщина, которая рассказывает о себе. Она рассказывает примерно вот такую вещь. В 60 лет я поняла, что мне осталось немного. Но я в своей жизни нифига вообще ещё не видела. Поэтому я решила, сколько там бы мне не осталось лет доживать там. Я решила, что буду ездить в разные новые страны. И вот сколько успею новых стран посетить, столько успею новых стран посетить. Она это писала, когда я была 80 лет. То есть она в 60 начала путешествовать. А статью она написала, когда я была 80. К тому моменту она объездила 50 стран мира. Меня это так потрясло, сказал этот мужчина. Что я сказала, я-то на 10 лет раньше, чем эта женщина, решу путешествовать. Поэтому я объезжу весь мир, все 200 стран. И у меня цель объездить все 200 стран, а потом хоть на тот свет. Вот так вот. На данный момент, когда я его слышала, этот мужчина объездил 110 стран. Причём у него технология, друзья. Технология. Он говорит, я взрослый человек, мне на данный момент 60 лет. У меня уже высокое давление, какие-то там проблемы с вестибулярным аппаратом и так далее. Поэтому я решил, что страны Европы я объезжать не буду. Это легко. Это цивилизованные страны. А мне нужно подняться на 3000 метров, там где вот, допустим, страны высоко над уровнем моря. Потому что ещё через 5 лет я этого не сделаю. Мне нужно в жаркие страны успеть съездить, потому что, ну, как бы, возможно, через 5-10 лет я уже не смогу себе это по состоянию здоровья позволить. В общем, вы понимаете его идею? Мужик за 10 лет объездил 100 стран. И это его хобби. И он ещё думает, как же сделать так, как умастить эти страны таким образом, чтобы всё успеть посетить и самые лёгкие оставляют на потом. И он говорит, по Парижу я и на инвалидной коляске протащусь. А вот туда, ну, не знаю, в Высокогорье уже не смогу, понимаете? Вот, это я о путешествиях. И это кайф невероятный, друзья. Кто вообще со мной согласен, кто любит путешествовать, я видела, сколько вы стран посетили. Мы ищем кайфушки, кроме еды. Пошли дальше. Что ещё? Сколько танцев вы танцуете, друзья? Вот танцы, это тоже кайфушки. Напишите мне, пожалуйста, семёрочку, кто танцует вместе с Анастасией Ручинской. Кто в системе старости нет, танцует сальсу, танцует бачату вместе с Анастасией Ручинской и её совершенно невероятным мужем, которого зовут Серёжа. Кто уже это делает? Семёрки ставьте. Друзья, в прошлом году я научилась танцевать бачату. Ну, как научилась? Могу поддержать разговор. В принципе, уже неплохо танцую. Слава Богу, что парные танцы, это когда тебя мужчина всё-таки ведёт. В этом году я записалась на сальсу и уже целых четыре занятия прошла. И как-то уже начинаю танцевать более-менее сальсу. Ага, вижу ваши семёрочки. Друзья, что такое танцы? Танцы – это создание новых связей в головном мозге, потому что это не так-то просто. Нога вперёд, нога назад – это создаёт красивое, молодое, гибкое, послушное, сексуальное тело. Потому что когда смотришь на танцора, который владеет своим телом, просто глаза от него не оторвать. Друзья, если вы не хотите превращаться в женщину с грацией бегемотика, если вы не хотите быть бочкой с двумя ручками и двумя ножками, то вам нужно пользоваться своим телом. Я не настаиваю на танцах, но просто мне самой глубоко в кайф эти танцы. Сколько танцев вы танцуете? Напишите через запятую, потому что это отрезвляет вам сколько лет? Сорок? Вы за сорок лет ни одного танца не выучили? Или вам восемьдесят? Хотите историю? Хотите историю? История такая. Женщина живёт в Соединённых Штатах Америки. А там знаете, что они накапливают себе пенсионное обеспечение. А потом выходят на пенсию, допустим, в 70 лет она вышла на пенсию. И потихонечку это пенсионное обеспечение она тратит. Государство примерно знает, что она проживёт 80 лет. Вот за 10 лет она своё пенсионное обеспечение потратила бы. Но эта женщина решила, что вот это вот доживать, если можно взять все деньги из пенсионного обеспечения и отдать круизному лайнеру. Круизный лайнер. Возьми, пожалуйста, все деньги за моё пенсионное обеспечение. Можно я буду проводить пенсию на берегу твоего круизного лайнера? Она выбрала круизный лайнер, где обучают танцам. Кстати, наша замечательная Анастасия Ручинская и её совершенно невероятный супруг, которого зовут Серёжа, вот они на таком круизном лайнере ездили и обучали людей танцам. Именно поэтому в системе старости нет, они достались системе старости нет, я очень этому рада. И мы можем пользоваться колоссальным опытом, который эти люди достигли, тренируя тысячи и тысячи и тысячи людей. Я надеюсь, что вы видите, насколько они любят своё дело и насколько они профессионально этим занимаются. Эта бабушка переместилась на круизный лайнер и ездила, ездила, ездила с круизником везде. А там люди, которые туристы, пошли в город, вернулись, а вечером танцы. И вот а вечером танцы – это её время. Она красиво одевалась, выходила в люди, и её все приглашали, потому что она была местной знаменитостью, и о ней все говорили. Сколько бы новых туристов не было, все знали, что вот эта вот леди, она здесь всегда, и она танцует. Потом этот круизник отменил танцевальные вечера, она забрала свои деньги и передала другому круизнику, потому что там танцевальные вечера были. Вот такая-такая штука. Танцую раз в неделю с Серёжей. Когда вы будете в системе старости нет, вы каждый день с Настей будете танцевать. Каждый день с Настей будете танцевать. Как вам такая история? Человек, который поставил на танцы. Первый человек – это который поставил на путешествие, а вторая вот женщина – история, она поставила на танцы. А теперь третий вопрос я вам задам. Скажите, пожалуйста, каким спортом вы занимаетесь? Каким спортом вы занимаетесь? Вот я иногда смотрю на себя и думаю, Лен, вот что тебя ограничено? Вот скажи, какого лешего ты себя ограничиваешь? Или может быть тебя какой-то леший ограничивает? Вот где-то 5 километров от варны есть конная ферма. Туда можно приезжать, ухаживать за лошадкой, садиться на неё, оплачивать вот эти вот уроки, заниматься конным спортом. Я думаю, почему я это не делаю? Может быть, потому что я не могу себе этого позволить внутри. Даже не по деньгам, не по занятости. Чего-то внутри не хватает. Вот, потом я думала, Лен, а чего тебе не хватает, чтобы на винсерфе кататься? Вот чего тебе не хватает, по большому счёту? Я думала, ну чего ж мне не хватает? Не хватает силы сделать первый шаг. И тут, Турция, отель пятизвёздочный, всё включено. А у меня там тренинг, как назло. Тренинг, ну я отвела этот тренинг, сделала фух, потому что тренинг это очень напрягательная вещь для ведущего тренинга. Как бы вы не видели, что я там получаю кайфушечки, расслабляюсь, играю вместе с вами, но на мне ответственность всё равно, но это ответственность. Ну, в общем, я закончила тренинг, сделала так, фух, и я обнаруживаю, что в этом отеле, в свободном доступе, в системе всё включено. Вот эти вот доски с парусами. Боже! Всё. Я встала на эту доску с парусом. Первый день я упала, наверное, 500 раз. Наверное, 500 раз я упала. Я настолько вымоталась, что когда я выволокла эту доску с парусом на пляж, я лежала 5 минут, отдыхивалась, я думала, что я сдохну. И тут ко мне подходит семейная пара, англоговорящая, подсаживаются ко мне, спрашивают, всё ли у меня нормально, и не та ли я эта девочка, которая упала 500 раз в воду. Я говорю, да, я та девочка, которая 500 раз в воду упала. Но я пришла на следующий день и опять встала на эту доску. И стала получать уже немножечко больше удовольствия, потому что я реже стала падать. Я не могу сказать, что я прям хорошо катаюсь на виндсёрфе, но в целом я могу сказать, что где-то мне это уже приносит удовольствие. И это такая незатейливая тренировка для всех групп мышц, просто для всех групп мышц. Я могу просидеть в состоянии этой тренировки и час, и два, и три, и не заметить. Настолько это вовлекает тебя. Напишите мне, пожалуйста, каким видом спорта вы бы, может быть, новым хотели заняться, или старый восстановить, лыжи, коньки, а теперь Настя с фитнесом. Отлично. Отлично. Велосипед, тренажёрный зал, бег, это всё моё. Слежу за мышечной массой, занимаюсь с тренером. Умничка, умничка. Динамичная йога, йога. Иногда хожу на акваэробику. Лена, да, каждый дневный опыт. Вот. Хорошо. И последнее, давайте обсудим, хобби. Я постоянно у себя спрашиваю, Лена, какое у тебя хобби? Постоянно себе отвечаю, ну, ну, система старости нет. Потом себе говорю, Лена, ну, это ж не хобби, это же работа. Фух. Ну, так как я всё своё свободное время посвящаю системе старости нет и получаю от этого кайф, может быть, это хобби. Друзья, а вы себе ищите хобби. Кто-то может быть, ну, не знаю, дачник, и это хобби. Кто-то может быть, каждую свободную субботу-воскресенье, уделяют походу в горы. Знаете, как живут болгары, интересно? Вот я сейчас живу на побережье, город Варна, морская, морская столица Болгарии. В субботу, в пятницу, субботу, воскресенье пустые парковки. Все люди берут машины и прутся в горы. Они 400 километров едут в горы и там катаются на лыжах. Всё, всё. То есть, пятницу, субботу, воскресенье они проводят принципиально другим образом, чем понедельник, вторник, среда, четверг. Понимаете? И это тоже длит их жизнь. И это тоже приводит их тела в совершенно другое состояние. Очень много красивых людей. Очень много. Если вам 54 года страшно падать, мне страшно падать стало. С 13 лет, 13 лет я поломала руку, с горки скатилась. И всё. С тех пор я вообще на лыжи, не на лыжи, не на коньки, просто на лёд не становлюсь. Друзья, мы все очень разные. У нас у каждого свои какие-то тараканы в голове, но под этих тараканов подбирайте свою физическую активность. Читаю книги, хорошая физическая активность. Я сейчас, смотрите, я про хобби подвижное. Я тоже люблю читать книги. Я люблю покупать тренинги. Тренинги. Ну, по медицине, по недвижимости люблю тренинги покупать. По физической нагрузке люблю тренинги покупать. Вот. Но вот тренинги, которые вот а-ля читать книги, это классно. Но мы сейчас говорим о подвижных, о подвижных хобби. Пожалуйста. Никак не дайду до тренажёрного зала. Лия, Лия, а я прям слежу за вами. Вот сейчас точечку поставлю, и вы прям сейчас идите и дойдите до ближайшего спортивного зала. Сейчас я вас вдохновлю. Вот, понимаете? То есть хобби должно быть подвижным. Подвижный хобби должно быть. Понимаете? Вот. А теперь внимание. Почему у вас нет шанса не получить результат? Расскажу. Три примера приведу. Первый пример. Почему у меня нет шанса не научиться танцевать сальсу? Хотите я вот прям вам расскажу почему нет у меня шансов не научиться? Потому что я вам расскажу как нас учат. Мы приходим примерно допустим 15 девочек, 15 мальчиков приходим в одно помещение где нас учат. Сначала мы разучиваем движения каждый для себя чтобы мы примерно понимали как бедра двигаются как тело двигается и так далее. Потом мы разбираемся по двойкам и в этой двойке отрабатываем одно движение. Например мужчина отрабатывает как мне сделать поворот. Куда меня повести чтобы мне было понятно как меня провернуть чтобы был красивый у меня поворот. Потом мы говорим друг другу спасибо ко мне приходит следующий мужчина из предыдущей пары и он меня уже поворачивает. Мы говорим спасибо следующий мужчина спасибо потом нам включает музыку это называется свободный танец но мужчина у него он же запомнил как делать поворот он несколько поворотом в этом свободном танце мне сделает. На следующем занятии кроме поворота у нас включается еще какая-то фигура например есть такая фигура Казахстан это сложная фигура мужчина меня ведет я ведусь все хорошо теперь он репетирует поворот и Казахстан на следующем занятии нас учит еще одну вы понимаете это такая работа которая вбивает двигательный двигательный штамп в мое сознание в сознании всех мужчин которые со мной танцуют и у нас нет шансов не затанцевать второй пример у меня есть очень большая внутреннее недовольство с собой я всю жизнь учу английский язык в школе в университете после университета но я на нем не заговорила и когда ко мне обращается на английском языке у меня прям ступор я их понимаю но как собака в библиотеке ничего не могу сказать я купила курс English точка еще не начала но знаете почему его купила потому что мне объяснили Лена у тебя не будет шанса не заговорить на английском а я тогда спросила а че ну не не лично у них спросила а я просто посмотрела лендинг вот эту обучающую страничку оказывается что у меня каждый день будет 15-минутное занятие сама с собой 15 минут 15 минут я могу а теперь смотрите система старости нет каждый день 5-минутное занятие сама с собой 5 минут я могу а каждый день два раза в неделю мне поступит звонок от моего куратора и я поговорю с ним на английском языке и так я купила на 9 месяцев вот я понимаю что мне на месяц не надо ну и мне на полгода не надо а на 9 месяцев не в самый раз и таким образом я купила себе 9 месяцев ситуации от которой я не отвернусь не отвернусь я каждый день буду 15 минут что-то делать с английским два раза в неделю мне будет звонить человек и разговаривать со мной на английском и я все равно точно знаю что я заговорю к декабрю 2022 года я уже заговорю на английском языке почему вы не можете не получить результата в системе старости нет потому что каждый день вы проснулись посмотрели мою пятиминутку на своем смартфоне потому что каждый день в чате поддержки бесконечное какое-то обсуждение кто-то обсуждает завтрак кто-то обсуждает вопросы по ощелачиванию кто-то обсуждает вопрос по системам очищения организма кто-то уже занят осанкой и все друг другу помогают все друг другу помогают и если у вас что-то не получается вы жалуетесь в чат и только ловите ловите не надуманный опыт а тот опыт через который еще вчера в прошлом месяце прошла Настя или Маша и они вам помогут вот это взаимная поддержка и это называется жить в обществе людей которым не наплевать на собственное здоровье друзья я не знаю как еще сделать так чтобы оно еще лучше работало потому что работает оно просто невероятно и у вас не может не быть результата я сейчас вам возьму и покажу результат значит смотрите у меня есть вот такая видите результаты как думаете сколько сколько лет этой девочке показывают девочку очень красивую с красивой осанкой с красивой фигурой с контурными мышцами с красивым загаром сколько же ей лет как вы думаете это Олечка это Олечка возьму сейчас и про нее прочитаю это Олечка которая сбросила 12 килограмм просто взяла и за 5,5 месяцев сбросила 12 килограмм окрыленная вашей поддержкой продолжил свои откровения лето солнце навеяло но и дабы наш дружеский чат единомышленников не превратился в книгу о вкусной здоровой пище расскажу как я счастливила этим летом свою вторую мечту первое разумеется было вернуть тело своей мечте ну а вторая я даже с ней уже давно распрощалась шутка ли мне 57 лет девочке которая сейчас вам показывала на экране 57 лет а вы сколько подумали напишите какие-то хотела надеть шорты мини но свербила шло лето своим чередом от загораний долгих плаваний в море лазанье по горам в Крыму гребли на саборде да кстати я тоже гребу на саборде в июле еще с меня слетел один килограмм и того осталось 59 и тут я поняла настал мой звездный час нашла награда победителя и подарила себе милый розовый шорт ну когда исполнить мечту в 90 что ли вот она моя розовая мечта показываю вам Олину розовую мечту вот ее розовенький шорт скажите этот человек выглядит на 57 лет скажите этому телу есть снос скажите почему вы не можете так как она не почему потому что вы можете так как она вы можете так как она ну и вы знаете у нее с фитнесом ну не буду зачитывать но это очень интересное взаимоотношение с фитнесом вот еще одна замечательная девочка Евгения Карпелева она тоже свою мечту воплотила в жизнь фотосессия в нижнем белье у меня даже мысли таких до сегодняшнего утра не было спасибо Женя потому что это классно действительно классно расширять границы вообще возможного для меня ну фотосессия в нижнем белье это точно расширять границы возможного друзья поэтому еще раз говорю у вас нет шансов получится у всех у кого вдруг будет не получаться зачем нам чат и так система старости нет это пятиминуточки каждый день от меня это пятиминуточки каждый день но не с нулевой ступени с первой ступени от анастасии танцевальные это чат поддержки где я сижу и мои кураторы замечательные сидят и мы смотрим кому может помочь кому же помочь если вы задаете вопрос то мы вам обязательно поможем вот и это может быть длительный промежуток времени можете по ступенечке покупать по ступенечке по ступенечке а можете а я хочу отдастся ей у нее такие крутые результаты я хочу как они как вот те девчонки которые в нижнем белье фотографируются которые розовые шортики в 60 лет надевают я хочу и тогда вы идете под это видео клацаете на систему старости нет в шапке профиля есть это ссылочка клацайте на эту ссылочку в шапке профиля или если вы не можете найти напишите просто в директ и вы вваливаете систему старости нет а мы уже там тут как тут резюмирую вы не видите миленький в шапке профиля надо просто меня заткнуть извините вот и посмотреть на шапку моего профиля вот в шапке профиля все есть или пишите в директ как писать дайте ссылку на старости нет потому что сегодня завтра вот эта вот скидочка мы небольшую скидочку дали чтобы вам просто было приятно но она исчезнет так друзья друзья теперь внимание только те люди которые ограничили себя четырьмя стенами находят удовольствие в жратве только те люди которые понимают что у нас еще есть спорт у нас еще есть секс у нас еще есть путешествие у нас еще есть путешествие вместе с системой старости нет все в Болгарию друзья если вдруг вы забронируете себе место все сделаете а заболеете ковид или не ковид или ваша страна скажет мы не выпускаем своих рабов из нашей страны тогда мы просто вам вернем деньги у нас есть возвратный такой механизм до 15 марта вы спокойненько можете всю сумму себе вернуть вот вот это может быть новый вид танца это может быть просто вот вы взяли себе купили новые кроссы и ходите в них каждый день по 10 километров какая разница но это уже жизнь по большому счету не жизнь которая равно жратва друзья фотографию я не могу показать в инстаграме к сожалению только в ютубе понимаете скажите пожалуйста у кого жетон провалился сегодня плюсики поставьте кто уже в системе старости нет если вы чего-то боитесь переживаете там есть красненькая кнопочка называется служба заботы не экономьте на себе хватит получать удовольствие только из еды давайте получать удовольствие друг от друга от возможности вообще улучшаться с каждым годом даже если вы начали это в 40 50 60 или 70 лет надеюсь было полезно плюсики мне позитивную карму всех люблю всех целую я вас очень сильно верю я настолько сильно верю в вас что если бы вы в себя так сильно верили вы бы уже обязательно стали в идеальном веса ростовом соотношении до новых встреч люблю целую пока пока